Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, научный редактор портала антропогенез.ру, активно пропагандирует научное мировоззрение. Станислав, а вот как можно вообще понять по скелету человека, какие были социальные связи в то время? Можно разными способами. Для начала можно посмотреть, если этот скелет не один, а их несколько, отличаются ли они друг от друга. Например, в Средней Азии в некоторых городах известны ситуации, когда есть богатые погребения и бедные погребения. И те, которые богатые, просто с какими-то золотыми серьгами и так далее, они выше сантиметров так на 10. И они просто лучше питались. То есть они родственники все там более-менее, да, ну просто эти здоровее. Или вот под Керчью в том же самом чистополе мы копали. Там всклепы и грунтовые могилы вокруг. И всклепах, ну которые явно дороже, да, построены, они там все старше, просто банально, а те, которые в грунтовых, они младше. То есть они жили там лет на 10-15 меньше, те, которые простые, да, а эти побогаче. У них разные могут быть патологии, травмы и заболевания, там зубные болезни, переломы и так далее. Можно смотреть, если у него, допустим, изношенные суставы, там нить на ногах и там на запястьях, да, может он там какой-нибудь тер что-нибудь. Ну там можно это все предсказать, смотря в зависимости от. А если это какой-нибудь там привилегированный воин, он там весь порубанный, например, будет. И у него не будет стресса вот такого там строительного какого-то крестьянского, да, рабоче-крестьянского, а у него будут боевые травмы, там какой-нибудь шрам, по полной программе. Причем не факт, что вот эти богатенькие, привилегированные будут здоровее на самом-то деле, потому что существует такая вещь, как палеопатологический парадокс. То есть если мы находим целенький скелет, который вот без всяких патологий вообще, значит он помер от первой болячки. И он, значит, был дохляк. А если мы находим скелет, который весь перекореженный, поломанный, там у него какие-то травмы, переломы, суставы там все скрюченные артритом, значит он десятилетия жил, болел, но не помирал. Значит он был супер-мега-здоровый и его поддерживали. И поэтому какие-нибудь привилегированные, они сплошь и рядом бывают как раз больше больные. Или у них какие-нибудь болезни связаны, допустим, с повышенным содержанием белка в пище. Ну они ели много мяса, например, да, у них там подагра какая-нибудь была. И на скелете это в принципе видно. Ну там не то, что там с первого взгляда, но есть палеопатологи, которые могут это увидеть. А какой-нибудь крестьянин, который всю жизнь питался там жмыхом каким-нибудь, да, у него не будет ничего такого. У него не будет, может быть, ни кариеса, ни зубного камня, ничего, потому что, ну, пища-то что там. Хлеб да каша, пища наша. Мой любимый пример – это женщина из Сен-Жермен-Ля-Ривьер. Есть такая пещера во Франции, ну, грот скорее. Там найден скелет женщины, которая жила там порядка 20 тысяч лет назад. Ну там поменьше, по-моему, 15, ну что-то типа того. И изотопный анализ показал, что она питалась в основном бизонами. А на стоянке кости в основном сайгаков. А бизоны тоже есть, но меньше гораздо. Хотя в ее погребении прям череп бизона там покрашенной охрой лежит. Из этого сделали вывод, что, может быть, она как раз была привилегированная. Что она питалась как бы не так, как большинство. А потом другие умные люди посчитали, что если посчитать в килограммах мяса, то вот это меньшее количество бизонов – это больше мяса. Потому что бизон большой, а сайгак маленький. Тем более, когда вы идете на охоту и ловите там сайгака, ну, он небольшой, в принципе, вот он за хобот схватил, за плечо он закинул и поволок, значит, на стоянку целиком практически. И все кости будут на стоянке. А когда убил бизона, ему отрезают там все мягкие части. А зачем кости тащить? Там рога и копыта все эти, да, они на стоянке нафиг не нужны. Поэтому несут мясо, и на стоянке вы костей не найдете. А питаются все бизонами. И когда вот так вот все посчитать, то получается, что питалась она вроде как уже, как и все. И нифига она не привилегированная. Но у этой же женщины, она погребена там довольно хитро, там под таким дельменом как бы фактически, ну, такая плита сверху. И у нее где-то в районе таза было куча подвесок из зубов благородного оленя с дырточками. Ну, видимо, типа передника что-то там у нее было. А причем это не просто зубы оленя, а это клыки благородного оленя. Но есть две тонкости. Во-первых, у благородной оленя парнокопытные у них клыки бывают в принципе редко. А там что-то 65, что ли, этих клыков. Ну, что-то там много, там несколько десятков. И это как бы просто дофига. И вторая тонкость, что ближайшие олени водились за 200 километров на юге в это время, где-то там в Пиренеях, а это во Франции. И, значит, кто-то мотался, значит, за 200 километров, охотился там в каких-то промышленных масштабах на этих оленей, и ей вот достался этот крутой передник. Ну, или там не мотался за 200 километров и выменял там у соседних племен. Но в любом случае это с какими-то сложностями все происходило, явно как бы ни вдруг и не сразу. То есть это была такая реально ценность. И с этой точки зрения, может быть, она и вправду была не такая уж простая. А вы думаете, вот ей этот передник роскошный супруг принес? Или это ей подаяние, потому что она была королева. А вот это можно уже гадать. Но королева очень сомнительная, потому что это все-таки верхний палеолит. Это охотники на оленей. Ну, в смысле? Ну, они там охотились на северных оленей. Лиди. У них главная добыча. Вот была соегайка там, эти северные олени. Вот. Но дальше мы можем уже гадать. То есть часто, когда мы что-то такое находим, мы-то что-то придумываем, а как было на самом деле, мы не всегда можем догадаться на самом деле. Но нет никакой того, что мы начали откапывать, и вот у каждой женщина какое-то ожерелье, значит, она замужняя. Нет, как правило, мы, когда что-то откапываем, мы находим настолько фрагментарные какие-то вещи, что про эти замужества мы вообще ничего не знаем. Мы далеко не всегда знаем вообще, мужчина это или женщина, в принципе. Потому что на скелете это не написано. Если у нас сохранилось там, ну, что-то такое не шибко определимое, то мы понимаем, что это человек. Ну, потому что человек-то можно и по такому, я говорю, русскому понять. А мужчина или женщина далеко не всегда. Даже палеогенетика не всегда способна нам помочь, на самом деле. Потому что, когда делается там ДНК-анализ, например, если мы нашли Y-хромосому, ну, какой-то обрывок там, то это мужчина. Ну, если это не лаборант еще чихнул там в пробирку. А если мы не нашли Y-хромосому, то либо это женщина, либо мы не нашли Y-хромосому. Что как бы запросто может быть. Ну, там есть не только через Y, понятный способ. То есть, допустим, если мы нашли там два варианта X-хромосомы, то, наверное, женщина, потому что у нее два X-а. А может, опять же, там рядом чихнула другая женщина, например. Ну, или другой мужчина там. Ну, то есть, всегда хватает вариантов, как это может быть. И про древность никогда мы не можем четко 100% утверждать. Даже когда у нас там письменные источники есть, ну, там для позднейших времен, какой-то там средневековой, я не знаю, античность. Вот. Даже от античности у нас, собственно, оригиналов-то практически нет, по большому счету. Ну, там какие-нибудь надписи на этих мраморе где-то что-то, ну, там обрывочное в основном. А пергаменты они же все там переписывали еще 150 раз там и уже там переводились на арабский, потом обратно там на европейский какой-нибудь язык. Вот. А потом с этого европейского еще на другой европейский, а потом на русский. Мы читаем в 105-ом переводе, там переписанное все переворное. Вот. То есть, даже письменным верить и то надо очень так осторожно. То есть, это же отдельная наука целая, источниковедение в истории. И там народ там годами пытается понять, а вот что там на самом деле они имели в виду. Вот. А когда это какие-то кости камня, это кости камня. Ну, у антропологов, фотографов есть понятие вообще любовью? Как-то рассматриваете предмет своего исследования с этой точки зрения? Не знаю, по какой-то письменности, по каким-то подаркам, что... А вот здесь уже возникло не просто, что ты продолжаешь мой род, а какое-то вот просто романтическое чувство. Романтическое чувство есть у обезьян, поэтому как же есть оно? Как оно выражено? Ну, все так же, как у людей. Поцелуи-объятия? Да. Про бонобо посмотреть там, сколько... Там и нетрадиционных вот у бонобо тоже будет там больше чем. И обнимашки это вообще самое дело. Ну, оно же даже отражается, опять же, чисто анатомически. Когда обезьянка чистит там какие-то перышки. Это в том числе, да. Но вот у нас есть два вида шимпанзе, это вообще гениально совершенно, да. Есть обыкновенные шимпанзе и карликовые шимпанзе бонобо. И вот обыкновенные шимпанзе, они мордатые, у них здоровые клыки, у них там повышенная агрессия, там все такое, там межсумцовые столкновения, убийства там на каждом шагу, каннибализм, там сколько угодно. А карликовые шимпанзе, они все решают обнимашками. Ну, вот. И у них клыки меньше, челюсти меньше, за 50 лет наблюдения одно убийство, каннибализм вообще никто никогда не видел. Ну, или там какие-то там мега и там суперредкостные случаи. Ну, по-моему, вообще не было даже. И вообще красота. Ну, вот. А наши предки, начиная там с эстралопитеков, еще меньшие клыки имеют. То есть наши были еще добрее, поэтому обнимашки были 100%. И вот этот весь груминг, да, так он у любых приматов есть. Вот. И он же вот именно эту цель и преследует. А установление контактов таких вот дружелюбных. А какие-то вот, когда уже зарождалось, да, какие-то письменности, вот там рисунки, в плане, я не знаю, я сейчас брежу, конечно, знак самого сердечка или какие-то вот такие штуки. Знак сердечка есть очень шикарный, сейчас я, правда, не вспомню название пещеры, но есть мамонт такой красивый и прям вот на мамонте знак сердечка. Прям такой красный прямо и прям вот сердечко-сердечко такое. Ну, вот. Но на мамонте почему-то. На людях такого особо нет, но обычно все вот эти там диковатые племена, они всю эту любовь обозначают не сердечками, потому что, ну, то, что сердце, любовь, это фишка такая европейская на самом деле, у большинства людей такого нет. А они соединяют веревочками, то есть два человека изображаются, ну, на какой-нибудь там куске, не знаю, бересты, допустим, и полосочка их соединяет. Вот они там любят друг друга. В кунсткамеру сходите в Питере, там есть такие образцы, какие-то там индейские, тельменские, там якутские еще какие-то. Когда вот любовное послание, вот на куске там, ну, бересты обычные, это самое такое стандартное. И как бы я люблю тебя. Вот. Причем там могут быть изображены не человечки даже, а тотемы, например. То есть там у меня тотем бобра какой-нибудь, да, там, а вот у девушки тотем, там, я не знаю, какой-нибудь лисы. И рисуется бобер и лиса, и между ними веревочка. Вот мы там любим друг друга. Как мило. И иногда еще там может быть такое разработанное послание, что там мы в разлуке, мы там будем вместе, там между ними еще что-нибудь нарисовано, что им там мешает соединиться. То есть там, может быть, довольно сложные такие связи. Вот. Ну, это как бы, да, есть. Но это такая этнография, понятно, уже там 19 века в основном. Ну вот. А в древности у нас шансов особо такого найти нет. И когда у нас что-то такое изображено, мы не всегда понимаем, что оно значит. То есть если на стене пещеры там нарисованы, там пара человек, да, их вообще могли нарисовать там через тысячу лет вторую фигуру. Ну, это не всегда можно узнать. Ну и, как правило, если это прямо очень большая древность, там какой-нибудь палеолит прям, да, там композиции-то нету как таковых. Там отдельные изображения и чаще всего животные. То есть там редкое изображение даже двух людей, это в принципе бывает. Там одного-то не найдешь, а уж двух и подавно. Но самое такое красочное послание в этом смысле есть в Истурице. Это такая чудесная пещера. Во Франции там масса всего найдено, там гигантское количество. И там есть такое ребро бизона. И с одной стороны ребра насарапанная, значит, бизониха. И за ней, видимо, таки бизон ползет. И на этой бизонихе такой значок, ну, типа гарпуна. И в принципе можно было бы признать, что это как бы гарпун. Ну, в чистом виде, что это там охота изображена. Но на обратной стороне этого же ребра, если его перевернуть, там женщина. Ну, как бы это очевидно, что она женщина. Такая она, значит, а за ней такой, значит, мужичок. Ну, там, правда, не очевидно, что это мужичок. Там половина ребра обломана, но, скорее всего, мужичок. И вот на бедре этой женщины такой же значок гарпуна. Так что это прямо-таки стрела амура. Это какой век? Это 20 тысяч лет назад. Ну, то есть это вот охотники на этих самых бизонов, там мамонтов по повонной программе. И вот как бы философия такая первобытная. То есть вот, пожалуйста, вам бизон с бизонихой любят друг друга, переворачиваем. И как бы два человечка, ну, мужчина, женщина, все по повонной программе. Но это самое раннее или есть раньше какие-то намеки? Ну, вот это из таких изобразительных, наверное, ну, такое, чтобы прямо очевидно было такое нарисовано. Это, наверное, реально самое раннее. А более древние, там как бы есть, допустим, женские фигурки, вот эти Венеры пресловутые. Самое древнее в Хеллифеллс в Германии 40 тысяч лет назад. И там такая женщина, что прямо ё-моё изображена. Причем у них там головы нету, там петелька вместо головы. Но это не самое важное в женщине. Но все остальное там так изображено, что там не промахнешься. Но вопрос, как бы, что значит эта фигурка? То есть она женская фигурка, да? А может, это любовное послание? А может быть, там есть такая идея, что это женщины своим избранникам делали такие фигурки? Ну, изображение себя, допустим, да? Привязывали к себе. Да, а может быть, это вообще там дух хранителя чага. А может быть, это там, чтобы охота была успешнее. А может быть, это там символ плодородия. А может быть, это там, чтобы абрикосы поспели. Ну, это уже не про романтику с тысом. Вот, то есть тут мы догадываться можем, что попало, как бы, да? И у нас, как правило, неизвестно. То есть фигурки-то есть, их, в принципе, довольно много сейчас найдено. Но, опять же, эти фигурки делались разными людьми на протяжении тысяч лет, в совершенно разных местах, людьми, которые между собой не общались никогда и никак, вообще не знали про существование друг друга. И представить, что эти фигурки использовали для одного и того же на протяжении десятков тысяч лет, это слишком смело. То есть, скорее всего, в разных ситуациях это было очень неодинаково. А фигурка-то в любом будет одна и та же. Ну, потому что как не изображает человека, а он тот же самый человек и будет. Есть ли конкретная дата, когда вы понимаете, что вот сейчас они начали образовываться в семье? То есть почему-то стало выгодно быть ячейкой общества? Ну, строго говоря, семейная структура у нас ничем особо не отличается от такой шимпанзиной. Поэтому, в общем-то, у каких-нибудь гиббонов тоже семья. Папа, мама, детеныш. В принципе, вот оно и есть. Но у гиббонов у них прям такая фактически семейная организация. Гориллы, они немножко особняком, там у них гаремная система. У орангутанов там сейчас все нарушено, потому что их вытеснили в самые нехорошие места. А у шимпанзе практически, как у нас. Ну, если по-умному, по науке это обозначается как сериальная моногамия. Или последовательная полигамия. Ну, или там всякие сочетания вот таких слов. Заключается это в том, что в каждый конкретный момент вроде как пара. Ну, типа там муж-жена. Но через некоторое время, глядишь, она все как бы пара. Но состав пары поменялся. И как бы жена уже не та. И муж уже тоже не тот. Ну, вот. То есть, оно как бы моногамия в каждый конкретный момент времени. А с течением времени партнеры таки меняются. А с чем вы это связываете? Ну, так вот у высших человекообразных обезьян получилось исторически. Это вот как-то оказалось наиболее адекватно в тех условиях, где они жили. И насколько мы можем судить по там всяким вот этим палеонтологическим свидетельствам, примерно такая же ерунда была и у австралопитеков, и у каких-нибудь там хомо-гидербригенцев, и неандертальцев, и у нас. Но посчитать это трудно. То есть, современный человек, он замечательный тем, что у него все брачные структуры существуют потенциально. Ну, которые, в принципе, можно придумать. И полигамия есть, и полиандрия есть, когда многомужество. И моногамия, и достаточно строгая, и нестрогая, и там как угодно. Поэтому у нас, строго говоря, врожденной системы нету никакой. А дальше уже там культура определяет. То есть вы хотите сказать, что это было всегда, и не было такого, что один вожак стаи, и у него куча всего, и каждая его жена пошел и благотворил? Как минимум, с австралопитековых времен примерно так. Но, как вы описали, такая полигамия, она тоже есть. Вот только что я читаю книжку про индейцев канадских. Вот у них там полигамия по полной программе. Потому что они живут там, ну, где-то в Субарктике уже, там, границу Тайги и Тундры. И там вот примерно так и есть. Есть мужик, да, который там отвоевал кучу жен у других индейцев. У него там, допустим, семь жен. Потому что они несут поклажу. Вот, ну, они как бы, как там сказано словами индейцев, там, одного женщины несет в четыре раза больше, чем мужик. Поэтому, как бы, здорово иметь много жен, это же классно. Вот, работают, строят типи, греют нас ночью, и что-то там пятое-десятое. А самое главное, их можно не кормить. Они питаются тем, что слизывают с пальцев, когда готовят еду. И уже, как бы, вообще классная вещь. Семь жен, и жизнь обеспечена по полной программе. Можно прекрасно существовать. Но это условия Субарктики. То есть, в таких экстремальных условиях, может быть, так, как бы и нормально. То есть, когда смертность там запредельная, да, там, они рожают без остановки, и там, все эти дети мрут, и мужики друг друга без конца убивают, потому что они там тоже резня у них безостановочная. Мужчин, в принципе, не так много. Женщины, как бы, это такой ценный ресурс, и можно иметь полигамию. Вот, а где-то и полиандрия есть, он там, в Тибете где-то, или в Гималае, я уж не помню. Ну, вот, там, наоборот, есть вариант, когда там одна женщина, и много мужей, может быть. Вот, ну, потому что там женская смертность очень большая. А мужская как-то, ну, они там не особо воевали, видимо, в какой-то момент, и мужиков было много. Ну, а женщины мрут часто от родов там, еще там, чего-нибудь такого. Так что у человека врожденного как бы нет, но в зависимости от конкретных условий. Ну, вот, и по статистике чаще все-таки моногамия. Ну, это просто статистика по человеческим обществам, если вот в среднем посчитать. Это в нас так заложена какая-то привязанность, или это чем-то обусловлено, что это удобнее? Ну, это просто экономически выгодно. Так, потому что если будет слишком много жен, они просто сожрут больше, чем произведут. Ну, нафига это надо? Ну, вот, если как бы одна, то тоже вроде как иногда грустно бывает, да? Ну, вот, но там уже дальше зависит от того, какие ресурсы, климат, возможности, традиции. А такого как бы заложенного врожденного, прописанного, инстинктивного у нас по сути-то нет. У нас вообще, у людей, в смысле, да, ну, и еще у высших обезьян, там, человекообразных, врожденных форм поведения почти что нет. Ну, там минимум какой-то есть, там, рефлексы какие-то базовые совсем. А дальше уже как сложилось вот в конкретных ситуациях. То есть, в принципе, мы-то исходно тропические зверьки. Мы же, по идее, там, в Восточной Африке должны где-то жить. Ну, не обязательно в Восточной, но в Африке, в общем. Вот, а когда мы вылезаем уже в какие-то области, где мы жить не должны, вот здесь, например, в данный момент, да, то есть здесь место, где люди жить не способны. Или в Арктике, да? Ну, вообще, если посмотреть вот широту, на которой вот эта история с индейцами происходила, где я читал, так это широта Москвы и есть вообще на всякий случай. Ну, то есть, по североамериканским меркам, это вообще там крайний север. А я говорю, мы живем в таком месте, где вообще люди жить не должны. То есть, по меркам даже индейцев и эскимосов, это уже экстрим. Ну, вот, у нас цивилизация. И мы еще не на самом севере, заметьте, потому что вообще у нас есть еще и Чуколка, там, Таймыр какой-нибудь, да. Ну, вот, там немножко покруче, чем здесь. Ну, у вас есть какое-то объяснение, почему, если все так вот очевидно и всегда мы там были так или иначе полигамные, почему мы выбрали культурный код или там прописали, ну, с оговорками, ну, во многих религиях, что моногамия. Ну, зачем мы так себя насилуем в таком случае? Так сложилось. Ну, во-первых, не во всех и не везде. Ну, вот есть ислам, допустим, там вполне официально полигами. Я говорю, с оговорками, ну, женщина не может, ну, как бы. Ну, как, женщина не может, потому что все эти законы писали мужики. Поэтому ясное дело, что они, женщины, прописывают, что женщине нельзя, как бы, это вижу понятно. Ну, вот, а, как бы, мужики прописывали в зависимости уже от конкретных там условий. Это уже у разных обществ по-разному. То есть там надо в каждом конкретном случае разбираться, как там было. Там какие-то сиюминутные могут быть моменты. Ну, если это какие-то узаконения такие вот религиозные, то это, как правило, восходит к конкретному персонажу, который писал вот этот вот там Палмут, Коран, там, Библию, там, еще что-то такое, да, вот этот свод законов. Ну, вот это же был конкретный человек, который сел и писал. Вот что он написал, то и есть. Ну, понятно, что он как бы не от балды это придумывал, да. То есть он руководствовался какими-то там соображениями культурными, которые были в это время в этом месте. Но он мог и от себя что-то привнести, потому что он пророк, ему все можно. Ну, то есть вы хотите сказать, что нет четкого понятия, что вот понятие брак возникло. Что вот в этом веке вы видите, что... Ну, нет, понятие брака есть. Другое дело, что оно тоже бывает очень разное, это понятие брака. То есть понятие брака у каких-нибудь австралийских аборигенов и где-нибудь там, не знаю, у палестинцев, допустим, да, это вообще не одно и то же. Ну, это как бы называется, конечно, одним словом, но оно вот совсем не одно и то же. Ну, то есть когда вдруг люди стали как-то обозначать, что они муж и жена. Ну, вот я говорю, порядка 50 тысяч лет назад, видимо, уже обозначали, потому что у всех современных племен, какие бы они там дикие ни были, и как бы примитивно это не оформлялось, ну, когда вплоть до того, что просто за ручку привел, посадил, все, жена как бы, да. Ну, вот. Но, тем не менее, у всех какое-то такое понятие есть. Как-то это осознается, иногда довольно заковыристое. Даже если, допустим, те же самые австралийские аборигены мои любимые, у них может это внешне выглядеть очень просто, то есть какой-то там свадьбы нету, там, обрядов каких-то там сопутствующих, да. Но системы брачного родства намного хитрее, чем у нас, на самом деле. Они гораздо сложнее. Потому что там фротариальная система, там какие-то эти кланы, тотемы, и там система родства такая мудреная, что там не разберешься вообще. То есть, ну, я вот для некоторых племен там читал эти системы, я вообще не могу понять, как это работает. А для них это естественно, это само собой как бы очевидно. Ну, и там вот этнологи там годами разбираются, как это вообще функционирует. Я все-таки предпочитаю, когда у нас есть факты. Вот у нас есть череп, да, и на нем какие-то признаки. А единственный признак на черепе, который вообще обо всем этом рассказывает, это, по сути дела, маленькие клоки. У нас клоки небольшие. Они не особо торчат за уровень других зубов. Если посмотреть, у обезьян здоровые клоки, особенно у самцов, и половой диморфизм, то есть различия самцов в самок очень большие. То есть, самцы мордатые, с огромной такой челюстью, да, с гигантскими клоками, потому что вот они такие крутые. А у самок тоже большие, но все-таки поменьше. А у австралопитеков, хоть даже самых первых, там, сахилянтра по 7 миллионов лет назад, там клоки действительно уже маленькие. И чем дальше, тем они все меньше и меньше. И вот эти маленькие размеры клоков – это объективный факт. А он говорит о том, что межсамцовая агрессия и внутригрупповая вот эта вся агрессия, она у них была сильно понижена. А если сильно пониженная агрессия, то значит сильная сплоченность. Но выражалось ли это там в моногамности, в полигамности, вот для таких времен, там, 4 миллиона лет и раньше, мы, честно говоря, не знаем. То есть мы можем догадаться, поскольку, как я уже говорил, у шимпанзе так же, да, у человека так же, ну а линии человека и шимпанзе различить еще до этого момента, ну, значит, наверное, и у предков было так. Но это такое все-таки допущение. Санислав, я читал теорию, что человек встал на ноги, с четвереньки, именно для того, чтобы быстрее завоевать ту или иную самку. Так или нет? Ну, есть такая концепция, что не чтобы завоевать самку, а потому что, когда стали спускаться с деревьев, значит, выходить в саванну, появилась потребность больше консолидации группы, ну, чтобы были как бы более сплоченные, потому что если они не были сплоченные, их жрали там всякие саблезубые тигры в саванне. Ну, там открытая местность, прятаться особо негде, да, там деревья фиг знает где, там на них пока заберешься, тебя уж съедят. И надо быть консолидированными. Поэтому гораздо большее значение приобретает привязанность самца к самке. Ну, так как бы раньше там особо и не было, а теперь, если самец не защищает самку с детенышей, их наверняка кто-то съест. И такая группа просто тупо вымрет. Соответственно, выживали только те, где самец был привязан к самке. Но, стало быть, женщина, ну или самка, это еще астралоптеки, можно и так всяко называть, ей в какой-то степени выгодно быть на двух ногах, потому что ей надо таскать дитя. А в саванне, ну там она такая еще не очень открытая саванна, но тем не менее более уже открытая, чем лес, идет перегрев, потому что там солнце шпарит, и становится актуальным потеря волос. И решение терморегуляции с помощью потения. Ну, это не обязательный вариант, но вот у нас реализовалось так, еще там по сопутствующим причинам, там, сто пятьсот. Сто пятьсот. Но если нету шерсти, то детенышу не за что цепляться. Стало быть, его надо таскать на руках. Если женщина таскает дитя все время на руках, ну, это и обезьяны, в общем-то, делают, а здесь эта актуальность повышается, то она более скованная. Ну, с одной стороны, она как бы встает на две ноги, а с другой стороны, она сильно скованная. И пищу она собирает хуже, и защищается она намного хуже. Стало быть, самец тоже должен ее, значит, еще больше защищать. И тогда он тоже с большой вероятностью встает на две ноги, потому что от всяких там леопардов отмахиваться палками и швырять в них камни удобнее руками. Ну, это при адаптации-то возникло еще, опять же, на деревьях, и шимпанзе то же самое делают, но они это делают как-то так. А тут стало гораздо актуальнее, потому что все-таки на дерево уже не залезешь. И, стало быть, вот женщины бегают с детьми на руках, мужики бегают с палками в руках, и те и другие встают на две ноги. Ну, и там еще куча-куча, там у Лавжея масса, там такая схема. Но проблема всех таких построений в том, что они в значительной степени умозрительные. То есть это очень трудно проверить практически, потому что это все такие вещи, там было привязано, не было, скрытый цикл овуляции и так далее у женщин. Что там было у астралопитеков 4 миллиона лет назад, да кто ж их знает. Мы это по костям проверить не можем. То есть оно логично, как бы все устроено и красиво, а так ли оно было или не так, как бы... Да, красиво ли это сказка историческая, непонятно. Вот не очевидно. А есть еще вариант, вот то, что эта привязанность возникла у человека, это именно фактор скрытой овуляции? Ну, этот фактор, как бы, да, по факту она скрытая овуляция. Вот. И есть вот эта идея, да, что она для того и скрытая, чтобы была привязанность самца, самки. Ну, то есть он никогда не знает, как бы, да, она там, идет эта овуляция, не идет овуляция. Ну, вот, и тем больше он, как бы, привязан. Потому что если он точно знает, что вот сейчас, как бы, женщина может зачать, да, а сейчас она не может зачать, она нафиг не нужна. Ну, вот. И тогда привязанность никакой толком не будет. Ну, вот у шимпанзе обычно там эти признаки овуляции на ура видно. То есть там вот такая вот мозоль сзади будет, это половая мозоль называется, и там самцы точно 100% знают, что вот эта самка готова к обладотворению. И у нее будут дети. Вот. И все там в очередь выстраиваются к ней сразу. Вот. А, как бы, у людей такого нет. Никто не знает. Женщина сама не знает, есть ли у нее эта овуляция. Я хочу говорить про мужчин. Ну, вот. Поэтому он должен быть каким-то образом привязан к ней. Ну, и по факту, вернее, оказывается привязан. Вот. Более того, есть такие побочные эффекты странные, как, например, развитие молочных желез у женщин. Потому что исходно у обезьян увеличенные молочные железы возникают, естественно, во время кормления детеныша. И это признак, который отпугивает самцов, потому что если большие молочные железы, значит, у нее есть детеныш, значит, у нее не будет скоро детенышей в ближайшее время, и значит, она нафиг самцу не нужна. Вот. Если самец видит увеличенные молочные железы, значит, все, ну, ее нафиг, как бы, она неинтересна ему совершенно. Но, как бывает в эволюции, признаки меняют свое назначение, потом наоборот, и оказывается уже и не отпугивающий. Ну, так тоже можно. А в качестве вот привязки, собственно, своего самца, да, способность к постоянному спариванию. Потому что у обезьянта такого нет. Там чисто физически невозможно спаривание, когда нету эволюции. Ну, вот. А у людей возможно. И поэтому свой самец привязан всегда. А самца это привязывало, что я могу получить секс в любое время? Да, именно так. Ну, есть даже такая концепция, она так и называется секс в обмен на продовольствие. Это прямо чуть ли не официальное название концепции. Ну, то есть самец таскает ништяки, по ходу дела еще и двуногим становится, да, а самка как бы... Ну, ей вроде и не вредно, как бы, но самец привязан, как бы ее кормят. Ну, и детеныш. А детеныш-то растет долго, тут еще такая же сложность есть, что у человекообразных обезьян и у человека очень длинное детство. То есть ребенок растет, ну, там, 3-4 года, да, у людей так еще сильно дольше даже. И все это время хорошо бы, чтобы самец был привязан. Ну, вот, при том, что как бы следующий ребенок там фиг знает, когда еще появится, да, вот, но он должен обеспечивать вот этого ребенка. А что было с детством древних людей? В том плане, что там были какие-то зачатки воспитания ребенка? Естественно, были. Ну, они и у шимпанзе есть, опять же, с этим все хорошо у них. Другое дело, что у шимпанзе воспитывает обычно только мать, а самец там очень редко, когда участвует. Хотя есть такие прецеденты, когда самец даже усыновлял, как бы удочерял, там, да, чужих детенышей, сирот, у которых там родители умерли, там, по каким-то причинам, ну, какие-нибудь браконьеры там убили, да, и самец брал на себя заботу о детенышах, их там защищал, там, кормил, все такое прочее. А у людей все-таки это в гораздо большей степени. И заботились 100%, это, как бы, известный факт. Ну, опять же, это этнографически известно, ну, палеонтологически это трудно понять, но есть с момента, там, порядка полмиллиона лет, там, 400 тысяч лет, игрушки, например, детские. Как они выглядят? Ну, самые древние, это каменные рубила, ашельские, вот такого размера, там, 4 сантиметра, 7 сантиметров длиной, там, весом, там, не знаю, 17 грамм. Как вы поняли, что это игрушка? Потому что такое ашельское рубило, оно нафиг ни для чего не нужно. Ну, потому что ашельское рубило, нормальное, как бы, рабочее, да, оно размером бы по форме с ладонь примерно, ну, там, плюс-минус. Ну, то есть даже для еды готовить? А что вы таким сделать? Ну, у них пальцы были, они работают, или вообще, как бы, отличие от нас с вами. И у них пальцы были такие рабочие. Ну, посмотрите, вот, у рабочих на заводах современных, какие пальцы толщиной, да? А у пятикантр было круче, потому что они фигачили это гораздо сильнее все это дело. Ну, вот, и такое вот орудие они просто нормально взять не могли. Но, тем не менее, старательно выделывали. И, ну, понятно, это не единственное объяснение, но очень хорошее, очень сильное объяснение, что это детская игрушка. А для уже верхнего палеолита, то есть времен Сапиенса, ну, там, от 40 тысяч лет и позже, там есть еще более достоверные игрушки, когда, например, какие-нибудь там копьеметалки, да, там в Истурице, например. Ну, копьеметалка – это такая палка, которая копье бросать на большее расстояние можно. Ну, такой рычаг как бы. И нормальная копьеметалка, ну, она вот такого приличного размера. Ну, с локотью она условно там размером. А есть вот такие копьеметалки. То есть она нафиг такая не нужна. И что там кидать-то так? Ну, вот, смысла в ней никакого. И это детская штучка явная. Ну, то есть вот детишка. Как вы думаете, это обучательная штука? Или все-таки просто на машину? Ну, обычно всех этих охотников-собирателей у них понятие обучения – это просто дети делают все то же самое, что взрослые, но как бы не всерьез. Вот, и лет там до пяти вот они играют, а дальше они уже взрослые, в общем-то, как бы. Ну, все равно, поскольку ребенок сам размером-то меньше, у него все орудия меньшего размера, естественно. И там луки какие-нибудь вот такие, да, там копья маленькие, еще что-нибудь такое. И вот эти детские игрушки, там есть и просто такие забавные игрушки, но с ними все время вопрос, что может быть они там ритуальные, да. А, ну, вот самое известное, это во Франции есть диски костяные такие, иногда с дырочкой такие по центру, и на одной стороне диска нацарапано там одно изображение, а с другой стороны то же самое, но с изменением. Ну, самое известное, такая серна, допустим, с ножками вытянутыми, а с другой стороны с поджатыми. В серединке диска дырочкой, туда продевается веревочка, она завинчивается, дергается, диск крутится, и там эта серна ножками дрыгает. Ну, там в разных версиях изображения, там целая куча их найдена, там в Маздазиль, там еще где-то там целая на Валумах. И может быть это какая-то там ритуальная фигня, да, а может быть игрушка с большой вероятностью. Потому что что-то подобное, оно, в общем, в любых племенах, опять же, там кого угодно это делает. Ну, другое дело, что 99% такого, оно не сохранится в ископаемом виде никак. У нас такие находки все-таки редкостные, потому что это должно быть что-то такое долговечное, да, и чтобы мы еще угадали, что он вообще, в принципе, к детям отношения имеет. Но есть такие находки. Так что дети воспитывались. Наше отличие, собственно, от обезьян в этом плане, что у обезьян все это обучение происходит через наблюдение. То есть детеныш тусуется где-то рядом со взрослыми и смотрит, что они там творят. Ну, и там шимпанзе сидит и фигачит там орехи камнями. Ну, и детеныш смотрит и тоже пытается это делать. Но шимпанзе почти никогда не учат бить камнями орехи. То есть такие преценции тоже известны, когда там самка показывала, как надо разбивать. Но это там единичное наблюдение. А у людей это нормально. Когда детей целенаправленно учат, им прямо вот показывают, как нужно сделать. Ну, это выражается, например, в том, что у людей есть указующий жест. И дети там чуть не с полугода, ну, с каких-то очень ранних времен, понимают указующий жест. Шимпанзе почти никогда не понимают. То есть вы хотите сказать, что у нас это еще с тех времен? У нас это прямо вот с австралопитековых времен. У нас, например, есть такая особенность, что у нас очень контрастные глаза. У нас белок глаза видно очень хорошо. И радужка со зрачком, они очень контрастные относительно белка. И люди очень здорово следят за глазами самсидника или там какого-то рядом находящегося. И по направлению взгляда понимают намерение. А у обезьян, у них пристальный взгляд, как мы с вами сейчас пелимся друг на друга, да, это ужасная угроза. Мы бы уже там друг другу все перегрызли там, да, и поубивали друг друга, если бы были обезьянами, прям такими шимпанзами. Поэтому у них белка, как правило, или не видно вообще, или он темно-пигментированный. То есть он не белок как бы, да, он темный и не особо там контрастирует с радужкой. Ну, бывает, что контрастирует. Бывает, что, кстати, в обратную сторону контрастирует. То есть радужка светлее, чем белок. Ну, вот такое тоже бывает. Но чаще у них непонятно, куда взгляд направлен. Потому что лучше, чтобы и никто не знал, куда я смотрю. То есть если я какой-то ништяк найду, лучше я его как бы захамячу сам, да. Вот. И лучше, чтобы они не понимали, что я на них смотрю, а буду сидеть вот так и так вот искусно поглядывать, вот, ну, чтобы меня там не треснули за то, что я там пристально смотрю. И для обезьян это как бы нормально. Ну, сходите, я не знаю, в любой там заповеде, зоопарк в смысле, и посмотрите на обезьяну. Она тут же зубы скалить начнет. Причем у них это автоматически совершенно происходит. Ну, это хорошо, если между вами решетка будет, а если не будет, ну, где-нибудь в Таиланд какой-нибудь поезжайте, на бокалку вот так вот посмотрите, и проверить, что получится. Ну, лучше этого не делайте, потому что можно в больнице закончить. Вообще матриархат, он был или это все миф? Ну, вот эта сама вся история про матриархат, это же такой глюк в своем роде, это история науки. То есть в 19 веке был такой Морган, который был этнограф, изучал те же самых индейцев, ну, не те же там очередных каких-то индейцев, там, ирокезов, там, все такое, и обнаружил, что у них женщина не такая уж прям приниженная, и даже там вождем, в принципе, может быть иногда. И написал это, там, какие-то заметки этнографические. Энгельс это дело прочитал. У него в голове родились какие-то мысли, он их накатал, увидел, значит, концепции матриархата. Но это, в данный момент, это история науки. То есть, да, ирокезы были, у них женщины не были прям совсем запинанные, забитые. Ну, хотя, если почитать там дневники всех этих путешественников, там, ну, пинали их там, почем зря. Другое дело, что они там и мужики друг друга пинали по полной программе. Ну, вот, и матриархата не было. То, что там что-то у индейцев, у какого-то племени там было, да, это ни о чем не говорит, что там происходило, я не знаю, тысячи лет назад, допустим. Ну, как это у Энгельса там звучало, что там на уровне первобытного общинного стада мифического. Амазонки вы имеете в виду? Ну, какие-то амазонки. Ничего этого не было, короче говоря. Ну, то есть, амазонки-то, что характерно, были, самое-то прикольное. Они-то реально существовали. Ну, только не в том виде, как там уж у Геродотов, в чистом, да, что прям какие-то там народ амазонок. Но женщины-воины у скифов существовали. Ну, они просто найдены в виде погребения. Они и давно были найдены, и недавно вот заново их еще раз нашли. Ну, то есть, когда погребение, там лежит женщина молодая, причем там, не знаю, там 20 лет, допустим, или 18. И вся увешанная там какими-то окинаками, там копьями, стрелами, там по полной программе. Еще и там с парочкой травм, допустим. Там у сарматов такая же ерунда была. На Алтае там эти местные скифоподобные культуры, ну, в принципе, тоже скиф. У них тоже самое было. Но это не значит, что это отдельный народ. Это значит, что просто некоторые девушки тоже умели воевать. Ну, учитывая, что это степняки, как бы им сам Бог велел. То есть вот эта теория, что никто не мог найти отца, про мать все знали, и вроде как все дары передавались от мать женщины. Это все чушь собачья. Опять же, если посмотреть, как в среднем, ну, то есть у разных народов, да, и в разные времена бывает очень по-разному. То есть там чего только нету. Но если посмотреть такой как бы усредненный вариант общий наш с человекообразными обезьянами, например, астралопитеками, какими-нибудь там пятикантропами, неандертальцами, то это такая самцовая филопатрия, то, что называется. Ну, вот, значит, ну, если шибко умно. А по-русски, ну, как это сказать-то, привязанность самца к местности. Ну, патриотизм, если, ну, это тоже так не всем по-русски, но, тем не менее, понятно. То есть смысл такой, что мужик, где родился, там и пригодился. То есть если вот он родился на этой территории, он здесь, в общем-то, обычно и живет, и никуда особо там не шарахается. А женщин, он приводит со стороны к себе. Это доказано для австралопитеков по изотопам стронца, для хомо-гидельбергенсисов это показано с большой вероятностью для неандертальцев по там всяким этим, опять же, митохондриальным ДНК. И там в других случаях то же самое каждый раз получается. Даже парантропы какие-нибудь там, массивные австралопитеки. И то же самое, что характерно, и угорел у шимпанзе. Ну, потому что самец на чужой территории нафиг никому не сдался. Он конкурент и, скорее всего, там замочит. Это почти всегда так. Ну, если это не какой-нибудь там ядреный отряд вооруженный, который пришел и сам всех замочил, то, в принципе, ну, нафига нам кузнец, как известно. А женщина – это ресурс. Поэтому идет, конечно, там, красавица, иди сюда. Да, вот, и получается как бы перенос генов туда-сюда. Ну, то есть нету близкоростного скрещения, все выгодные, все красота. А из своих именно потому, что гены одинаковые они не брали? Из своих? Ну, естественно. Это у любых животных в среднем. Даже у растений там какие-то системы есть, которые препятствуют самооплодотворению. То есть это естественным путем отрабатывается. Ну, просто если где-то начинается усиленное самооплодотворение, условно говоря, там, близкоростное скрещивание, ну, они довольно быстро тупо вырождаются и вымирают. Вот и все. Поэтому они поняли, что надо идти в соседнюю деревню? Там даже не надо понимать. Просто кто не понял, он просто там через пару тысяч лет вымер, и все. То есть близкоростное скрещивание, оно же не вредно само по себе, по мистическим каким-то причинам, как-то мистически, а оно вредно, если есть вредные рецессивные аллели. Ну, если кто в школе учился, то когда два рецессива вредных, плохих, ну, потому они рецессивы, собственно, соединяются в гомодиготу, то есть в одном человеке встречаются, то нормальный признак не реализуется, а вот этот хреновый, неправильный, плохой реализуется. И прецеденты ведь у нас есть. У нас есть кости и неандертальцев со всякими патологиями такими врожденными, ну, вот из-за близкоростного скрещения, там, в Альсидроне, например, в Испании, когда там нижняя челюсть, и у нее там зубы, ну, вот так вот горизонтальные, лежащие там внутри челюсти, где-то вот здесь вот прорезавшись. Ну, вот, и Рипало Велобруно в Италии, там кроманьонец с дистировкой 20 тысяч лет, и тоже у него там куча патологий, там, какие-то неприросшие отростки на лопатках, там, еще что-то такое, ну, там, куча косяков. Ну, он как бы жил вполне, да, но это как бы неприятно всякие такие вещи иметь, когда они, тем более, в комплексе, там, один-то ладно еще, но он жил, тем не менее. Но это вот следствие близкоростного скрещивания, такое периодически происходило. Поэтому автоматически они пытались брать себе жен откуда-то издалека. И, опять же, по генетике, ну, палеогенетика сейчас развивается бурнейшим образом, видно, что сплошь и рядом на стоянках, там, палеолиты, например, если несколько человек есть скелетов, то они все разные. То есть вот они рядышком лежат, вообще, там, в одной могиле иногда, там, в Сунгире, например, там, двое детей, да, но они явно, как бы, вот, от каких-то очень разных родителей. И они заведомо брали как можно более далекие. Да и сейчас сплошь и рядом, там, ну, все эти байки, там, про сибирские народы, да, ну, это, как бы, байки реальности, когда они, там, свою жену отдают, там, любому встречному-поперечному, ну, для увеличения разнообразия генетического. У индейцев то же самое было, у эскимосов то же самое было, там, у кого угодно вот всяких таких племен, которые живут в крайне ненаселенной местности, где все заведомо родственники, там, на тысячу километров, это, как бы, нормально, потому что иначе они тупо выродятся все. А что вы подразумеваете, когда шли и брали себе жен? Это как происходило? В зависимости от местности, очень по-разному, ну, иногда просто вот в буквальном смысле шли и брали. Ну, почитайте про аборигенов, допустим, австралийских, крайне познавательная информация. Ну, они как? То есть есть, допустим, стойбище, да, ну, как у них стойбище, оно непостоянное по определению, то есть вот какая-то там группа, ну, по сути, там, семейная, они кочуют, поставили какой-нибудь шалаш, иногда и не поставили, там, да, просто легли на землю и заснули. Мужички соседние, там, хочу жену, вот, там, взял бумеранг какое-нибудь, копье подлиннее, там, не одно еще, да, там, несколько штук, пришел, замочил, там, мужика местного, который там, ну, чтобы он как бы не мешался. Бессмертий никак. А? Нет, можно и по-другому, но надежнее все-таки, когда его прибил, вот, жену взял и уволок, все. Вот, а иногда еще жена и помогла этого товарища замочить, потому что он старый, а это молодой пришел красавец. Вот, и такие тоже прецеденты известны. То есть, жены, там, радостно, значит, этого еще, значит, сами же. И это есть и про австралийских аборигенов, и про, опять же, там, индейцев, и там, про кого угодно, если почитать. То есть, это, как бы, норма жизни. Когда читаешь Харрари, не знаю, как вы относитесь к книжке. Я не читал Харрари, читаю. Ну, в общем, он, как бы, тоже говорит, что матриархата не было, но непонятно, почему, почему так получилось, что всегда мужчина главный был, есть и остается. Нет, ну, вообще, само понятие главный, оно, ну, я не знаю, что значит главный. То есть, мужчина просто тупо крупнее и сильнее. Поэтому, если он минимально агрессивный, он может зубы дать. И, как известно, по всем древним палеопопуляциям, ну, если у нас сравнительно большое количество находок, то самое большое количество переломов носовых костей – это на женских черепах. Ну, потому что... Домашнее насилие. Да, это вот, как бы, стандарт совершенно для, там, любой древности, где угодно абсолютно. И, там, у каких-нибудь австралийских аборигенов, там, я считаю, 70, там, с чем-то процентов сквозных черепных ранений, то есть, пробития черепа на женских черепах. 70, там, с чем-то процентов. Вообще, страх и ужас. То есть, в Великой Отечественной войне такого не было. Ну, вот, а там, как бы, нормально взял, там, и дубина шандрахнул по голове. Ну, вот, потому что, там, не поторопилась, допустим. Ну, просто мужчина агрессивнее. Это его свойства, потому что у него тестостерон, да, там, все эти мужские гормоны, там, андрогены, его прет, и, как бы, мускулатура у него, потому что отбор половой работает. Это, я не знаю, как у львов то же самое, да, там, вот, самый здоровый, там, самец с большой гривой, он, там, молодец. Ну, у мужчины так же. Но, опять же, что значит главный? Только женщина может рожать детей, да. Во многих и многих обществах женщина, она основной вклад в питание привносит. Даже у каких-то охотников-собирателей, если посмотреть, там, 80% питания, это обычно то, что женщины собирали, там, каких-то корешков. Вот, а мужики, они, конечно, там, пафосно охотятся. Вот, это, как бы, ценная добыча, да, мясная, она статусная. Но она бывает, там, раз в неделю, может быть. Ну, и ее, там, может быть, там, раз вопчелся. Вот, поэтому, ну, тут так, главность эту измерять, это довольно странно. Ну, просто мне интересно, почему вот во время эволюции, да, не было ни одного раза, чтобы... А, давайте попробуем, как бы... А, потому что во время эволюции никто не решает, давайте ли попробуем. Нет, нет, ну, если вы в процессе эволюции хотите, то есть просто, допустим, виды животных, где, в принципе, только самки. Вот они протеногенезом какие-нибудь, там, армянская скальная ящерица, да, только самки в виде. Вот вам матриархат в полный рост, самцов в принципе нету. Нет, ну, так мы договоримся, что и там. Или какие-то, не знаю, бодилоидные калавратки, да, и вот у этих бодилоидных калавраток тоже нету самцов. Но в процессе эволюции что угодно возникает, в принципе, рано или поздно. А вот у млекопитающих тоже, кстати, по-разному на самом деле, но в среднем самцы просто крупнее, потому что они друг с другом бодаются. Ну, так они такие крупные и так активно бодаются, потому что самки выбирают самых бодающихся. Потому что, ну как, это чистая математика. Смотрите, есть самка, да, выживаемость ее личных генов зависит от генов самца наполовину. Потому что в потомстве половина генов ее, половина отцовских. Ну и там еще все это потом рекомбинируют через поколение. А стало быть, она должна выбрать самого жизнеспособного самца. Тот, который всех забладал, наверное, он и самый крутой. Поэтому если самка выбирает какого-то задрипанного самца, то ее гены плохо выживают. И как бы в следующем поколении нету самок, выбирающих задрипанных самцов. А та, которая выбрала крутого самца, который такой мегаагрессивный, там всех мочит, да, там по зубам дает и рогами там стучит всех с разбегу, то ее личные гены классно выживут. Потому что потомство будет вот такое напористое, агрессивное, там все такое. И в следующем поколении самцы в среднем будут еще более злобные, агрессивные, мускулистые, широкоплечие, там зубатые и все такое прочее. Ну почему у животных лев, там павлин, они все такие красавцы. Вот я и говорю. Перед самкой именно хорохорится. А у людей мы, девочки, красимся в ем кудре, понравится мальчику. Не, 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 нифига. Это вы уже, во-первых, путаете биологию с культурой, а это неправильно. Это называется социал-дарвинизм, это давно... Так хорошо. Но как у человека выглядит? В среднем по планете, если опять же смотреть там с древнейших времен до наших дней, как раз мужики красятся и выпендриваются друг перед другом и устраивают там ритуальные побоища, там битвы за эту самку. Опять же, только что я про индейцев читал, да, когда там есть женщина какая-нибудь, и два мужика, значит, за нее спорят. И у них как бы ритуал, ну вот этих канадских индейцев, когда они хватают друг друга за волосы и треплю, значит, кто кого повалит. Ну вот, и, типа, такая ситуация бывает, когда, значит, там выходит этот альфа-самец, и перед типе этого соперника начинает выпендриваться, типа, где он там, где сейчас я его там. А тот в это время сидит в типе и бреет себе черепушку, и салом намазывает уши. Ну вот, и пока тот там бьет себя в грудь и там размахивает руками, этот раз выскакивает лысый и жиром намазанный, и, типа, хватай меня за волосы, и там очпок, и тот ааааа, как бы, вот. Вот, но, то есть, в среднем у людей самцы борются за самок. Это норма жизни. Если посмотреть каких-то там папуасов, опять же, тех же индейцев, да, кого угодно, мужики все время раскрашенные, все там в каких-то этих татуировках, там в краске с перьями, там из ушей торчащими, там и как угодно. А женщины все задрипаны маленькие, потому что женщине не надо доказывать, что она жизнеспособная и крутая. Если она до сих пор не сдохла, значит все с ней прекрасно. Потому что у нее столько поводов помереть от родов, там, от инфекции, да, от тяжести жизни, потому что она все время что-то делает, она таскает там с собой, вот, там и дитя таскает, еще там поклажу и все на свете. Ну, потому что она должна таскать, потому что если мужик все это будет тащить, его прибьют рано или поздно, потому что он скованный будет. Он должен идти впереди с копьем, как бы, да, и всех охранять. У него на нем ничего не должно быть навешано. Поэтому женщина, если она до сих пор еще живая, значит она уже хорошая, как бы, с ней все в порядке. Мужик должен это доказать. Он должен там бить себя в грудь, опять же, там, уши салом намазывать, там, татуировки наносить по полной программе. Но до где-то там 18-19 века так оно везде и было. И в Европе, если вы посмотрите, мужская мода там вся была. Все там с золотыми цепями, да, если они там богатенькие. Если не богатенькие, хотя бы там, не знаю, красная рубаха с петухами, там, да, еще что-нибудь такое. Это обязательно там парадные лапти, там, лакированные. Все должно в обязательном порядке быть со скрипом. Но наступает 19 век, промышленная революция, и мужики начинают работать на фабриках и заводах. И они там с утра до вечера вкалывают. Ну, если это как бы такой рабочий люд, допустим. И они, получается, приносят больший вклад энергетический в потомство, нежели женщины. Ну, то есть все определяется энергетическим вкладом, вложенным в потомство. Кто больше тратит энергии, тот выбирает. Тот, кто меньше тратит энергии, должен доказать, что он крутой. И его выбирают. То есть женщины выбирают мужчин-то на самом деле, а не наоборот так-то. А мужчины друг перед другом опять же. Но в 19 веке система меняется. Потому что мужики уже много работают с утра до вечера на этой фабрике, допустим. Наступает уже хоть какое-то там благосостояние, ну, хоть какая-то медицина там мизерная, какие-то детские сады, еще что-то такое. Ну, там в 19 веке, может, еще детских садов не сильно много было, но все равно уже какая-то там собес какой-то возникает. И женщины вроде уже как более-менее обеспечены. И тут неожиданно появляется женская мода. Все эти там кокошники, да, там какие-то тряпочки, бусы, кораллы, там все дела. А потом вдруг неожиданно наступает 20 век. Откуда ни возьмись. И эмансипация, там женские права, стиральные машины. Женщины, в принципе, тоже могут работать. И не хуже мужчин зарабатывать оттуда же иногда и побольше. А с другой стороны технократизация, автоматизация. И мужчины тоже вроде уже не так сильно напрягаются, как в 19 веке было, когда там ручной труд в основном был еще. Вот. И вот это доходы более-менее выравниваются. А женщины еще и меньше рожать начинают. Потому что выживаемость больше, антибиотики подъехали. Контрацептивы, коблетка появилась. Да, да, да. И как бы можно рожать уже там не 15 детей безостановочно, да, как на конвейере. А там двоих родил, и в принципе они, скорее всего, и выживут. Ну вот, а можно ее вообще не рожать, в принципе. И неожиданно появляется мужская мода. Сейчас, вот в данный конкретный момент, да, уже там барбершопы какие-нибудь там. Модные там мужские вещички, там по телевизору реклама там что-то модного мужского. Там мужские духи. Еще что-то такое вот. Ну, что вот для меня это странным кажется, да. А для многих уже естественно, как бы, почему бы и нет. То есть, ну вот, я в барбершопе ни разу не был, а вот вижу людей, которые такие регулярно там бывают. Но это социально. То есть, заметьте, что с такой скоростью биология не меняется. У нас биология-то все еще как у астроптеков, по большому счету. А социально, поскольку у нас врожденных форм поведения нет, мы можем это менять в течение поколения. Почему у нас всегда мужчина как бы доминировал, и ни разу за всю историю, там, эволюции этих миллионов лет мы менялись. Ну, понятно, он сильнее. Сначала он был сильнее, сначала у него было копье, он просто мог взять и убить эту женщину. Но почему потом, когда с развитием мозга всего вот этого... Вот мы сейчас в этом потом и живем. Вот у нас сейчас это потом и есть. Поэтому у нас сейчас, если посмотреть, ну, допустим, у нас на кафедре, да, в данный конкретный момент есть два сотрудника, включая меня, мужского пола, все остальные женщины. Вот матриархат по полной программе, заведующая кафедрой женщина. Она же директор института, она же академик. То есть у нас среди вот антропологов, ну, вот за всю историю, да, как бы вот там с царских времен до наших дней, был один мужчина, академик-антрополог, и две женщины, академика-антрополога. Ну, среди антропологов. Какой тут патриархат? Вот, пожалуйста, вам патриархат. Директора школ, если посмотреть, у нас, вы видели хоть одного директора мужчину? Ну, такие бывают, как бы, я не спорю, но это мега-исключение. Там какие-нибудь заведующие, там, этими больницами, да, женщины почти всегда. Вот. Вот у нас там министр образования была только что женщина. Другое дело, что еще женщине бывает это чисто технически труднее сделать, потому что у женщины есть такое свойство, она периодически детей рожает. Вот. Если женщина рожает детей, то ей уже строить вот эту всю карьеру, там, наукой какую-то заниматься, там, да, бизнесом, зарабатывать деньги и так далее, ну, чисто физически трудно. Потому что, ну, во-первых, она там 9 месяцев хоть беременная, да, потом она еще там кормит этого ребенка, ну, там, года два тогда, а то и больше. Потом она его, там, за ручку в детский сад возит, она там все время что-то готовит, она там стирает, она замороченная. И когда она будет делать всю эту карьеру, там, и так далее. Поэтому все время находятся женщины, которые даже с детьми все равно все это преодолевают. Ну, вот у нас там Александра Петровна, да, которая заведующая, там, академик все на свете, у нее есть, ну, дочка, как минимум, по-моему, вот, и как бы ей это не помешало как-то, да. А многим мешает, и статистически получается, что, как бы, вот, в среднем женщинам чисто технически труднее это добиться. Ну, мне просто интересно, там, в каменном веке это тоже было именно это. А в каменном веке-то намного труднее было сделать. А тягощающим обстоятельством было именно то, что женщина рожает и должна сидеть и тратить свои силы и время на выкармливать ребенка. Это более чем очевидно, скажем так, потому что в каменном веке не было детских садов, больниц, магазинов 24 часа, да. Женщина все делала сама, от начала до конца. Она там одежду делала, она там эти корени какие-нибудь перетирала, она этого детенка там поила, кормила, люку делала. И не могла ей сказать, что я не хочу рожать детей, пойду охотиться. Она не могла не хотеть рожать детей. Ну, во-первых, если бы она сказала, что она не хочет рожать детей, она бы нафиг была никому не нужна, потому что нафига нужна женщина, которая не рожает детей. А может быть хорошим охотником. Женщина не может быть хорошим охотником. Почему? Ну, это научный факт. Ну, тупо физиологически у женщины шире таз. У нее центр тяжести при ходьбе смещается более активно. Ну, потому что женщина физиологически должна рожать детей, у нее поэтому шире таз, чтобы она рожала детей. А то, что у нее шире таз, когда она шагает, она качается больше. Ну, то есть, женщины бедрами двигают не чтобы привлекательнее быть, а потому что центр тяжести у них такой. Ну, вот. Это чисто биомеханика. И поэтому быстро бегать за каким-то цайгаком она не может, как мужчина. У нее нет мужских половых гормонов в таком количестве, по крайней мере. Поэтому у нее физическая мускулатура меньше. Вот. Она не может копье кинуть так далеко, как мужчина. Вот тянуть какие-нибудь там нарты с грузом или тащить на спине этого ребенка километрами, она может, да. В принципе, выносливость к какой-нибудь гублевым вещам у нее больше, чем у мужчины, по факту. Ну, потому что она должна сидеть с ребенком, его кормить и годами еще и голодать при этом. Это сколько угодно. А гоняться за какими-то там цайгаками, антилопами, оленями, ну, в принципе, она может, как бы, если приспичит. Ну, так, основа-то анатомическая все та же, какая разница. Но она будет это делать менее эффективно, чем мужчина, который как бы отбором отобрался этим заниматься. Вот, поэтому и мужчина может женские обязанности делать, и женщина может мужские. Но с точки зрения любого охотника-собирателя, главное свойство женщины, что она рожает детей. Потому что цель охотника-собирателя мужчины – оставить потомство. И нафига ему женщина, которая не рожает детей? Его как бы цель в свои гены передать следующее поколение. И нафига ему такая женщина, которая что, добычу он и сам добудет. Нафига ему женщина, которая будет охотиться? Зачем она нужна вообще? В общем, я так поняла, что не вышло у нас доминировать всему виной большая задница. Нет, это не виной. Это, наоборот, как бы преимущество. Почему виной-то? Да уж как сказали. Кто-то обвиняет. Такие у вас права женщин. Медленное копье в голову. Нет, это не то, что кто-то придумал. Это кто-то там навязал, сверху сочинил. Это процесс эволюции. Это так получилось. Ну, это просто как бы свойства. Женщины рожают, мужчины не рожают. А дальше уже культура определяет, как бы расценивается это как плюс или как минус. Какие-то религиозные глюки на это навешиваются. Это уже как бы все из головы. А есть просто вот анатомия, физиология, да, там, гормоны, биомеханика, опять же, там, не знаю, размер головки, бедренной кости, там, вертолжные впадины, центр тяжести, там, какие-нибудь физиологические показатели, там, напряжение мускулатуры, опять же, там, не знаю, свертываемость крови, там, иммунитет, там, еще что-нибудь такое, да. Ну, вот они у женщин и мужчин объективно не одинаковые. И тут глупо считать, что это хорошо, это плохо. То есть мужчины без женщин жить не могут. Женщины без мужчин, в принципе, могут, но хреново и недолго, потому что все равно вымрут. Ну, вот, то есть оно как бы нельзя разделить и противопоставить, потому что мужчины и женщины – это не как бы противоборствующие стороны, которые воюют между собой, а это как бы две целые, как бы две половинки одного целого. Ну, говорят же, да, там, моя половина, любимая, само собой, вот, потому что это объективно и есть половина. Наверняка же ели друг друга в семьях. Массово не ели никогда, потому что питаться другими людьми – это экономически невыгодно, поскольку люди растут долго, и они, в принципе, довольно редкие звери, ну, потому что люди, ну, по крайней мере, там, два последних миллиона лет, там, даже два с половиной – это хищники высшего трофического уровня. Хищников высшего трофического уровня, вершины пирамиды пищевой, их не может быть много по определению, поэтому и растут они долго, да, у человека длина поколения, там, 25 лет. И, видимо, еще там, опять же, у первых хомо, ну, где-то близко к этому было, ну, может, там, не 25, но, там, 15-20 там было уже тогда. Ну, вот, и питаться такой добычей, ну, невозможно, в принципе, их не хватит просто этих соседей, ну, там, по праздникам можно там пойти, да, у шимпанзе вот есть такая забава, когда самцы молодые собираются в такую бандгруппу, такую гоп-стоп, да, и идут на границу с соседней группой шимпанзе, соседнего, как бы, племени, мочат там какую-то там мимо пробегавшую шимпанзу соседнюю и ее едят. Вот, то есть вот у шимпанзе уже это есть. То есть это уровень расхождения с нами порядка, там, 10 миллионов лет, ну, там, плюс-минус. И у хабелесов такое точно было, то есть есть скелет, например, в Южной Африке хабелеса, там, со следами надрезок на сколовую костью, вот, там, съели самку. Вот, и такое в последующем есть и у ранних эректусов, и у поздних эректусов, у гильдебрегенцев, у неандертальцев, у ранних сапиенсов, у поздних сапиенсов, и в развитых обществах, там, и в неолите, и в железном веке, там, в любом другом. Ну, вот. Другое дело, что у людей обычно это связано либо с какими-то ритуалами иногда, да, но это уже на поздних стадиях, когда вообще ритуалы, там, в принципе, появились. Появились. Или с голодовками какими-то, когда все плохо, добычи нет, все, там, печально, и, там, ну, с горя можно кого-то съесть. А в первую очередь кого ели? Ну, в первую очередь соседи, понятное дело, потому что они чужие. А, ну, из своей семьи нет. А, ну, из своей семьи тоже регулярно, ну, когда все плохо и печально. Но это, как бы, всегда считается, как бы, нехорошо. То есть в любых обществах, вот, какие есть на планете, съесть своего – это как-то вот, ну, не здорово. А много вот так детей приносили в жертву? Как вы мне рассказали, что находили с копьем к челюсти? Там не копье, а там кость в зубах была. Кость, кость, да. Ну, это, чтобы, видимо, не особо орало. Не, ну, такие есть, но не то, что прямо много, но есть. Вот в Сунгире, допустим, там двое детей погребены, да, и у мальчика в тазовой кости дырка подозрительного размера вот такая вот. Ну, не как я, конечно, показал, но такая нехилая. Но это не обязательно дети должны быть. В Маркиной горе, ну, это же костенки 14 в Воронеже, там мужик взрослый, у него тоже там две дырки в тазовые кости. Ну, то есть вот в живот его там два раза саданули. Но всегда есть вопрос – это ритуальное жертвоприношение? А может, это соседи прибили? А может, там на охоте несчастье, там на порос он сам на что-нибудь там два раза причем? Ну, вот, но в принципе это не нулевая вероятность. Потому что когда человек всю жизнь бегает с копьем, он тупо мог подскользнуться и напороться на это дело. Ну, там, если две дырки – это всегда подозрительно, а когда одна – мог и напороться. И опять же, вот на графике такие случаи описаны, когда вот просто человек сам себя там распорол. Ну, вот такое может быть. И как вы это узнаете по скелету? Да никак. Вот, то есть вот он в этом Маркиной горе лежит, да, он без инвентаря, без ничего, просто вот его сложили, там, запихали в эту ямку. Ну, то есть это явно погребение, как бы связали его старательно. Но как он умер, мы не знаем, как бы. Ну, вот, и бывают такие вещи, когда вот там, ну, вдоль несчастья, там трое их лежит, да, и семья, и еще с такими патологиями. Ну, там все-таки с большей вероятностью это ритуал. Потому что, ну, они какие-то уж очень нестандартные, то есть это явно какие-то супер-мега нестандартные люди, ну, с этими, там, врожденными особенностями, и еще, там, вот, странно похоронены, да, целой семьей, а семья так сразу не умирает, там с большой вероятностью ритуал, вот, а где-то непонятно бывает. Ну, в том же Сунгире, допустим, там есть погребение детей двоих, там очень вероятно, что ритуал, а там же рядышком погребение здоровенного мужика, ну, прям вот они практически вплотную, ну, в другое время похоронили все-таки, и здоровенный мужик, а у него в первом грудном позвонке дырка от наконечника, какого-то там дротика, и вот его на охоте убили, там, за оленя приняли, да, и свой же там его замочил, очень вероятно. Ну, когда он там в кустах сидит, что-то там зашевелилось, кинул туда копье и прибил, вот, а может быть враги его убили, тоже подстерегли где-то там на тропе, потому что у охотников-собирателей подстеречь врага там где-нибудь в кустах, это вообще любимое дело, или там ночью опять же там в чум залез и заколол, да, или там из-за жены подрались там еще как-нибудь, а может сам напоролся, тоже почему нет, поскользнулся там где-нибудь в летниковый период, гололед, или там стоп-вариант может быть, как он там закончился, а может его в жертву принесли как вариант, почему нет, у него там куча барахла лежит в погребении, ну, у детей, правда, больше, кстати. Ну вот, но тоже, обычно у охотников-собирателей взрослого в жертву не приносят, потому что если это свой, то это ценный кадр, ну, что в жертву приносить, как бы, без него вообще просто группа вымрет как бы с голоду, да, если он ценный охотник. Вот, а если это чужой, что в жертву приносить, он как бы чужой, ему наши духи не обрадуются, нафига он такой сдался. Ну вот, ну, прибить его, как бы, да, а в жертву приносить, зачем он такой сдался. А вот в каком-нибудь неолите это уже модно. Тогда, да, как бы, ну, во-первых, народу дофига, и там какой-нибудь прибить, это в принципе никто особо не заметит. И чужих тоже принести, как бы, это, ну, то есть использовать их в рабство невыгодно, потому что они сожрут больше, чем произведут, опять же. А в жертвы принести сколько угодно. Это и там на Ближнем Востоке где-нибудь там шумеры делали и в Китае в Древнем, и в Латинской Америке, там у майя, у ацтеков, у инков, там сколько влезет. Ну, инки это позднее, конечно, уже, но тем не менее. В неолите, в европейском, там такого добра вообще на каждом шагу. Ну и чем дальше, там уже мотивы меняются. Где-то это ритуализовано становится очень так высокомудро, с какими-то там поползновениями на высокое. Ну, у тех же там ацтеков, да. Если мы там не вырвем ему сердце, и каждое утро не будем этим заниматься, то тупо солнце не взойдет. Ну вот, поэтому мы должны приносить жертву по определению, как бы. Это уже вот религия такая. Скажите мне, с каменного века много ли поменялось вообще в устройстве семьи? Или нет? Все то же самое. Ну, как на базовом уровне, я повторяюсь, у нас мы от шимпанзета вообще никуда далеко не уехали. А в каких-то культурных моментах поменялось, но с той поправкой, что в каменном веке не было одного варианта вообще? То есть было много-много разных вариантов. Что вот заметно поменялось, это все-таки какой-то уровень добролюбия такого и доброты, как бы взаимопонимания и законодательной силы. То есть, если в каменном веке обычно все решалось просто физической силой, и кто самый там сильный, тот, в общем-то, и прав. Он может всем там навалять. То сейчас у нас есть закон. И любая та же женщина, ее муж там по голове треснул, она пошла и в ментуру, и нажаловалась. Ну, там вопрос, кто в ментуре рассмотрит, жалобу или нет. Но, по крайней мере, официально у нее есть права. И часто у нее даже больше прав, на самом деле. Ну, вот сейчас, допустим, у нас в стране, если взять, с одной стороны, конечно, в домашнем насилии мужчины больше бьют женщин, чем наоборот. А с другой стороны, при разводах дети достаются матерям, в 90, там, с лишним процентом случаев, 95, по-моему, процентов случаев, детей отдают женщинам, а не мужчинам, несмотря, там, на доход, там, что-то еще, там, да, какие-то там другие вещи. И в этом смысле у женщин есть, ну, вот, социально обусловленное преимущество перед мужчинами. А в каменном веке кому ребенок доставался? Там чаще, на самом деле, мужчинам все-таки. Ну, опять же, зависит очень сильно от общества, потому что там эти все племена очень разные, даже рядом живущие, может быть, не одинаковые. Но чаще все-таки мужчинам, потому что тупо он может их обеспечить. Потому что, если женщина остается одна, вообще, в принципе, да, она, скорее всего, просто умрет с голоду. Вот, она долго, как бы, одна не протянет. Вот, если она уйдет к другому мужику, ему заботиться о других, чужих детях, обычно, нафиг, не сдалось. Ну, если это не родственник. Если это родственник, он заберет себе этих детей и будет их там кормить, сколько влезет. А если это чужие дети, нафиг они ему сдались. Зависит от его личных качеств. Вот, поэтому лучше, чтобы муж забрал себе этих детей, и он-то их прокормит. Вот. Тем более, что этих детей наверняка там ни один, ни два. Вот. И уже есть какие-то маломальские подростчины, которые будут заботиться о маленьких. И даже если у него, вот он остается один мужчина, у него там трое детей, да, одному там 10 лет и там двум, не знаю, три года. Вот. И вот этот десятилетний будет заботиться об этих там трехлетних там или двухлетних, да. А этот мужик будет бегать там на каких-нибудь оленей корыбу, там охотится, сколько влезет. И он их вырастет нормально в плане себе всякой женщины. Правильно ли я понимаю, что если мы уберем там религию и все остальное, все-таки сейчас больше мы любви больше друг другу становимся? Ну, то есть сейчас у нас все гораздо мирнее становится. Вот. Это, я говорю, даже... Ну, в таком мегаэволюционном плане мы это видим в уменьшении пологи морфизма. То есть у нас различия, ну, скажем, черепа там, да, там, размеров клыков тех же самых мужчин и женщин в процессе эволюции все время разница нивелируется. Все время становится меньше, меньше, меньше. Вот. И мы все труднее можем отличить мужчину и женщину по черепу. То есть все еще можем. Вот. Но в процессе эволюции эта разница все время сгаживается. Потому что мужчина становится нежнее, а женщина сильнее. Женщина сильнее не становится, а мужчина становится, да, менее страшным на лицо. Причем это очень показательно, как в разных аспектах меняется. Ну, например, вот про те же клыки я говорил, да. У нас размеры клыков очень маленькие, и коронка уже практически сравнялась с остальными зубами. Все еще у мужчин коронка больше, чем у женщин. В принципе, по размерам клыков довольно надежно можно отличить мужчин от женщин, но все равно и там, и там маленькие. А вот корни клыков у мужчин намного больше отличают. То есть корень клыка у обезьян был здоровенный, потому что зуб большой, но наружная часть клыка, коронка, ее видно, поэтому на нее половой отбор действует активно. И невыгодно быть страшным, брутальным, потому что такой стремный, агрессивный чувак, он тоже мало кому нужен, он бить будет. Поэтому отбор идет на уменьшение коронки, а на уменьшение корня клыка отбор не идет. И его же не видно снаружи никак. Но если прощупать, вот у меня, да, у меня клыки и так как бы больше, чем в среднем, но корень намного больше. То есть корень-то еще обезьянский. А если с женщинами, у женщин маленький корень, потому что он и был маленький, еще и уменьшился. А такой вот размер тела может, отбор на размер тела может идти. В этом смысле вот крайне показательно Марина Львовна Путовская рассказывала про дотогов в Восточной Африке, ну, в Танзании. Есть дотоги, это скотоводы, ну, что-то типа Масаев, но не Масаев. И когда они там, жениться, выходят замуж, у женщин там не сильно большой выбор, но как бы в принципе какая-то возможность для маневра у них есть на самом деле. И они предпочитают выходить замуж за маленьких мужичков, потому что маленький мужичок будет бить не так сильно. То есть у них есть такая добрая народная традиция бить жену. И если такой отбор будет длиться энное количество поколений, то они становятся горцильнее. Ну, просто чем меньше мужчина, да, у них и дети будут поменьше, и в следующий раз еще, 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 и глядишь, они уже и мелкие. Ну, и если такой отбор спроецировать на древность, вот мы видим, что миллион лет назад это пятикантропол с такими мордами, да, с таким вот надбровием там и затылком еще, вот, с челюстями с огромными там, все как надо. Ну, клоки у них уже там маленькие, правда, были, но челюсти здоровые. Там нос вот такой ширины, то есть там, ну, как бы. А сейчас вот мы все-таки уже агроцильные. Ну, вот видите, раньше выбирали самсау-ху-ху. Ну, хотя как бы... А сейчас плохенький, да меньше бьет. Всегда есть какие-то компенсирующие признаки. То есть, допустим, в какой-то момент у нас клыки уменьшились, что там у ранних австралопитеков, зато потом в качестве компенсации надброви увеличилось, потом надброви уменьшилось, но там, не знаю, борода большая, да, у мужчин. Ну, вот, там борода исчезнет, что-нибудь еще там скомпенсируется. Ну, чисто гипотетически может дойти до того, что там мужчины и женщины вообще перестанут внешне отличаться друг от друга, ну, кроме там первичных половых признаков, да, все остальное там будет одинаково. Ну, у животных такое есть, там, у ворон каких-нибудь, да. Даже там супер-мега-крутые орнитологи так вот на глаз самца и самку вороны не отличат друг от друга. Ну, они реально как бы одинаковые там по всем параметрам. Ну, вот, такое как бы может быть появится. Через сколько лет? Ну, это как бы для человека какой-то отбор должен быть, я не знаю, ну, то есть, там, миллионы лет. То есть, вот, за, ну, я не знаю, с какого момента считать, да, но за все вот предыдущие, там, миллионы лет, как бы, нашей эволюции у нас полоиде морфизм все-таки есть до сих пор, там, по массе всяких признаков. И если он до сих пор такой не отобрался, ну, с чего бы он в ближайшем будущем произошел. Но, с другой стороны, у нас же подъезжает сейчас генная инженерия. Я сейчас все свои выступления съезжаю в итоге на генную инженерию. Вот, мы же теперь можем рулить своей генетикой, и, в принципе, можно подвинтить. Ну, пока не можем. Ну, а там, глядишь, и вообще, там, почкование начнется. И тогда, вообще, в принципе, как бы, понятие пола может исчезнуть потенциально.